Шалом! Меня зовут Александр Гольдок. Сегодня мы продолжаем разговор о Таре. В прошлый раз мы попытались выяснить, что значит быть под законом, то есть под властью закона и, соответственно, не под законом, не под властным законом. Узнать это важно по той причине, что в послании к римлянам 6 главе стихе 14 Павел пишет такие слова. «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, а под благодатью». Свобода от греха, свобода от господства греха, что может быть важнее. И поэтому-то мы и занялись этим выражением. Не под законом, а под благодатью. Мы сказали, что быть не под властным закону, значит, прежде всего, не подчиняться суду закона. И разбирали это на конкретном примере из Нового Завета, из 8 главы Евангелия от Иоанна. Там мы видим, что закон Тара Моисеева, то есть осуждает женщину, взятую в прелюбодеяние, на смерть через побитие камнями. Ишуа предложил, чтобы первый камень был брошен тем человеком, кто сам без греха. Толпа разошлась, женщина осталась. Ишуа спрашивает ее, «Никто не осудил тебя». И, возможно, вы, когда читаете эти слова или когда слышите их, вы думаете, что он имел в виду, «Ну, никто же не посмотрел на тебя косо? Кто тебя не обозвал? Кто не отвернулся, не отказался подать тебе руку?» Ведь для нас с вами слово «осуждение» чаще всего означает именно это. И, может быть, иногда еще даже и наше собственное ощущение от себя, что мы такие плохие, что сам Бог, наверное, либо косо смотрит на нас, либо вообще отворачивается от нас с чувством отвращения. Такие мы непригодные. Однако мы должны с вами понимать, что, говоря эти слова, Ишуа не имел в виду ничего подобного. Осуждение, о котором он говорит, это то, чего требовало в этой ситуации Тара. Он фактически спрашивает, «Никто не бросил в тебя камень?» Вопрос, конечно, риторический. Он видел, что все разошлись, не бросив камень. Женщина говорит, «Никто, Господи». И тогда он говорит, «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Если вы скажете сегодня гомосексуалисту, например, или лесбиянке, «Я не осуждаю тебя. И впредь не греши», то вам, вероятно, ответит что-то подобное. Примерно так. «Ты уже осудил меня тем, что сказал «не греши». «Ты назвал мое поведение грешным». Это и есть самое настоящее осуждение. И, конечно, то же самое сказали бы сегодня Ишуа, если бы он в наше время произнес эти слова. Вот если бы он не сказал этих слов «не греши», его сегодня сочли бы вполне толерантным, в кавычках, толерантным человеком, дескать, посмотрите, какой он молодец. Ишуа отказывается осуждать. Он просто принимает женщину, такой, какая она есть. Вот так и надо относиться к людям. Принимать их, не осуждая, не копаясь в их грязном белье, не судя, что они сделали хорошо, что они сделали плохо. Ведь сам Ишуа этого не делал. Вот если бы он сказал просто «я не осуждаю тебя». Однако Ишуа дальше сказал еще вот эти слова «впредь не греши». То есть он очень ясно выразил свое отношение к поступку женщины. Он назвал ее поступок грехом. Не ошибкой, не минутной слабостью, не чем-то еще, а грехом. И назвать конкретный поступок конкретного человека, стоящего вот здесь перед тобой грехом, это совсем не нейтральная, на мой взгляд, позиция. Это, наоборот, предельно четко выраженная позиция. Это пример не сегодняшней извращенной толерантности, а четкой моральной позиции, обозначенной предельно ясно. Но теперь давайте вернемся к тому, что он сказал перед этим. Он сказал «я не осуждаю тебя». То есть, другими словами, я тоже не брошу в тебя камень. Я тоже не совершу над тобой тот суд, который требует совершить над тобой таран. И поэтому я не смотрю на тебя косо, не отказываюсь говорить с тобой, то есть, не осуждаю тебя и в сегодняшнем, нашим с вами, общепринятом смысле этого слова. Но можно сказать, разве тут нет противоречия? Поступок человека ты называешь грехом. То есть, поступок человека ты осуждаешь. А самого человека вроде как не осуждаешь. То есть, ты говоришь, что принимаешь человека таким, какой он есть. Но его поступок для тебя неприемлемый. Ты даже высказываешь ему это, может быть, хватит, религиозной демагогии. На самом деле, ничего подобного тут нет. Никакой демагогии тут нет. Тут есть проповедь Евангелия. Что такое Евангелие? Это весть о том, что Бог, сам Бог, отделяет тебя от твоих грехов. О том, что твои долги, то есть, твои грехи, прощены тебе, перечеркнуты для того, чтобы ты больше никогда в них не влезал. И это весть о том, что ты и твои грехи – это две разные вещи. Если раньше они были накрепко соединены друг с другом, то сейчас есть уникальный шанс их разделить, чтобы они больше не соединялись. Отделение греха от грешника символизировалось в таре возложением рук на жертву. И когда человек это делал, возлагал руки на жертвенное животное, тем самым грехи этого человека, или тех, кого он представлял, если это был священник, может быть, они символически переносились на животное. В том же самом, например, говорится также в Псалме 102. «Как далеко восток от запада, так удалил он от нас беззакония наши». Удалил он от нас беззакония наши. Разделение между нами и нашими беззакониями. «Как восток далеко от запада». Но вернемся к нашей истории. Чего Ишо добился своими словами? О том, что было с этой женщиной дальше из Евангелия, мы ничего не знаем. Неизвестно, там об этом ничего не сказано. Мы не знаем, она вняла призывы Ишо или нет. Но Ишо, по крайней мере, дал ей шанс. Шанс, которого Тара, выносившая ей смертный приговор, не давала. Это был шанс раскаяться, то есть развернуться на 180 градусов, принять прощение своего греха, закрыть эту грязную страницу ее жизни и начать с чистого листа. Это нам, конечно, скажут. Так что, теперь мы, верующие, тоже должны говорить убийцам, ворам и педофилам, я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши. Типа, в надежде на то, что они будут так тронуты нашим неосуждающим, толерантным отношениям, что расплачутся на месте, раскаются в своих грехах, станут белыми и пушистыми. В этом, что ли, заключается вот та самая Божья благодать, о которой вы все время говорите. В полном бессилии перед лицом зла, ведь вероятность такого чуда ничтожно мала, что вот закренелый преступник, услышав, я не осуждаю тебя, иди впредь не греши, действительно вот так моментально преобразится. А ведь получится, что своей, в кавычках, духовной пассивностью перед лицом такого зла мы будем лишь попустительствовать этому злу и, соответственно, просто способствовать его распространению. Я абсолютно согласен, и я совсем не призываю попустительствовать злу, прикрываясь лозунгами о благодати. Мы с вами живем не только по заповедям Писания, а еще и по законам государства, и я очень рад, что насилие, убийство, воровство и тому подобные преступления наказываются, в всяком случае должны наказываться, по строгости закон. Однако я хочу пояснить, чему именно я рад в этой связи. Я рад не тому, что преступник получит по заслугам. Сам я, между прочим, не получил по заслугам за свои грехи. Да, можно сказать, что я не бывший террорист и не насильник. Однако и ангелом я, лично о себе говоря, тоже не был. Я это прекрасно знаю. Я нагрешил в своей прежней жизни более чем достаточно для того, чтобы провести вечность в аду. Однако Господь простил меня, то есть не вменил мне моих грехов. И поэтому не мне радоваться тому, что кто-то получит по заслугам. Хоть в этой жизни, хоть в вечности. Чему же я радуюсь? Радуюсь я вот чему. Я радуюсь тому, что преступник, оказавшийся в нашей стране или, может быть, в вашей стране за решеткой за такие преступления, во-первых, не сможет продолжать делать то, что он делал. У него для этого просто больше не будет физической возможности. И это хорошо. Во-вторых, я рад тому, что в тюрьме такого человека будет время, я надеюсь, подумать о своей жизни. То есть, шанс у него будет прийти к Богу с покаянием и с верой. Кстати, поэтому, мне кажется, очень важно поддерживать тюремное служение. Так что же тут? Получается, что я, с одной стороны, проповедую, что осуждать нельзя, а с другой, что есть судебная система. Да. Потому что осуждение, о котором говорит Писание, это, как мы уже сказали, бросить на человека неугрюмый взгляд, а камень. То есть, совершить над ним суд Божий, прописанный в законе Божьем. А судить его не на основании собственных эмоций, своего отвращения к его поступку, а на основании того, что сам Бог выносит ему смертный приговор. И мы, как община Божья, проводим его, приводим его, простите, в исполнение, то, что делал Израиль. Суд нашей с вами страны сегодня, где бы вы ни жили, он не является судом самого Бога, как это было в древнем Израиле, жившем по Таре. Правительство, конечно, является, в принципе, установлением Божьим, и поэтому мы относимся к нему с большим уважением, и к нему, и к существующей судебной системе. Но при этом мы с вами понимаем, что у Бога есть свой суд, гораздо более справедливый и совершенный, чем наш, и что последнее, так сказать, заседание этого суда еще впереди. Павел написал, что святые будут судить мир. Будут, то есть, однажды будут, не сегодня, а сегодня мы, как его народ, проповедуем о его милости, о прощении грехов, и, конечно же, также об этом будущем суде. тема грядущего гнева Божьего и Божьего суда сегодня, может быть, не очень популярна, но это уже другое дело. И тут, конечно, может возникнуть, и наверняка возникнет, следующий вопрос. Ну, хорошо, суд Божий впереди, в конце времен. Ну, а что нам делать с греховым сегодня? Если речь идет об уголовно наказуемых преступлениях, все понятно. Заявлять в полицию, чтобы, прежде всего, нейтрализовать, преступника, ну, а потом молиться за него, посещать его, говорить с нему Ишуа, и так далее. Ну, хорошо, ну, а если, скажем, грех, о котором речь идет, это, например, просто банальная ложь, или хоть то же самое прелюбодеяние, о котором мы говорили из восьмой главы Евангелия. Вот я, ну, что, молча терпеть это? Дескать, кто из нас без греха? И бесконечно прощать? Обращаясь с этим вопросом к Новому Завету, мы там видим две вещи, они разные, и нам нужно уметь их различать. С одной стороны, нас призывают быть терпеливыми, снисходительными, и не провоцировать друг друга, а прощать друг друга, как и Бог в Мессии простил нас. Сам Ешоа об этом сказал так, наблюдайте за собою, если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему, и если семь раз в день согрешит против тебя, и семь раз в день обратится, и скажет, каюсь, прости ему. Это в 17 главе Луки, Евангелие от Луки, стихах 3 и 4. Но с другой стороны, мы с вами видим, что когда до апостола Павла дошла информация, что в коринфской общине один из ее членов живет с женой отца, он высказался совершенно в другом духе. Я цитирую то, что он пишет. Я писал вам в послании, очевидно, я цитирую первое послание к коринфянам, и поэтому то послание, о котором он говорит, что он писал, очевидно, это какое-то из ранних его, еще более ранних его посланий в Коринф, не дошедших до нас. Я писал вам в послании, очевидно, в предыдущем послании, не сообщаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам, не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником. С таким даже и не есть вместе. Ибо, что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. И так, извергните разращенного из среды вас. В те времена, отсюда мы какой вывод делаем, что в те времена, как и сейчас, от верующих не ожидалось безгрешного совершенства, но, отыдалось радикальное изменение направленности воли человека. То есть, покаяние, внутренний разворот на 180 градусов. И затем, конечно, соответствующие внешние плоды. И если плоды отсутствовали, то есть, поведение человека реально не менялось, то с таким человеком общение быть не могло. И, соответственно, лидеры общины имели право, как Павел здесь пишет, судить внутренних, то есть, судить членов общины своих. Не осуждать, подчеркиваю, не осуждать на побитие камнями, а оценивать духовное состояние человека и при необходимости делать соответствующие, как мы сейчас говорим, оргвыводы. Ради человека, во-первых, и ради общины тоже. Итак, подведем итог. Не будучи под законом, мы, верующие вешуа, все равно отличаем истину от лжи, святость от греха и праведность от беззакония. Главным образом, конечно, в своей собственной жизни, а не в чужой, но при этом все-таки мы не закрываем глаза на то, что творится вокруг нас. И, будучи под благодатью, как мы говорим, мы, да, терпеливы, стараемся быть, опять же, по благодати Божьей и да, снисходительной. Однако, при этом, мы также проводим определенные границы того, что мы можем при всем своем терпении, что мы можем терпеть в своей среде, не вообще в мире, а в своей среде, в общине, в нашем общении. А что не можем терпеть? Эти границы, безусловно, очень широкие. Я уже сказал, Бог не требует от нас в этой жизни безгрешного совершенства, идеала, полнейшего. Поэтому эти границы широкие, но, тем не менее, они достаточно четкие. И у нас с вами нет права двигать их по своему усмотрению. Подробнее о том, как благодать действует в нашей жизни, в следующий раз, через неделю. Оставайтесь с нами. Спасибо. Дорогие друзья, шалом. Мы рады приветствовать вас на нашем веб-сайте Оазис Медиа. В 2013 году, в январе, мы запустили этот проект, и наше желание было выставлять максимальное количество мессианских видеоматериалов, чтобы интересующиеся могли понять, рассмотреть и выучить какие-то аспекты Библии с еврейской позиции. Уверен, что это помогает вам о вашей вере, чтобы становиться и возрастать, и понимать Писание намного больше. Вместе с этим, я хочу напомнить вам, что этот волонтерный, добровольный проект мы ведем, выкладываясь полностью, и лучшие люди работают над ним. Это стоит нам денег. Я не очень люблю просить, но в данном случае обращаюсь к вам с просьбой. Если Господь располагает вас, ни в коем случае вы ничего не обязаны, и вы все-таки захотите пожертвовать два, пять, три доллара, сколько захотите, то при множестве это усилит наши возможности переводить материалы с Еврита, давать вам видеть большее количество учений, и я уверен, что это будет благословение и для вас, и для нас. Мы создали такую возможность. Если вы нажмете вот на эту кнопку Донейт, пожертвовать, и войдете в нее, то там будет возможность через PayPal-систему сделать небольшое пожертвование. Это будет благословением. Уверен для нас, уверен для вас. Пусть Бог благословит вас. Спасибо, что вы с Оазис Медиа. Субтитры создавал DimaTorzok.